Смотрите, кто заехал ко мне на чай. Семья без комплексов. Привет, привет! Карина, Игорь. Какими-то судьбами заехали в мои края гости. Привет! Маршрутный. Маршрутка довезла. Хорошая маршрутка. Я мусорку еще. Да, вот она. С другой стороны. Привет, гости, давай по мусорке. Может, ты выкинешь мусор заодно? Ну, сейчас пойдем захватим. Ладно, будем общаться, пить чай. Да-да-да. Да-да-да. Проводила я своих гостей, уехали они. Игорь с Кариной приезжали в Ростов по делам. Вот. И заскочили ко мне гости на чаек. Попили чай, пообщались. И они поехали дальше делать свои дела. Ну, а я осталась дома делать свои домашние дела. Какие у меня планы? В принципе, сегодня таких особо планов нет. Надо кое-что заснять на видео. Сесть за компьютер немножко поработать. Вот. В принципе, вот так вот. У меня есть еще полтора часа времени свободного на мои дела. А потом я пойду уже за Кириллом в школу. Вот. У нас сегодня погодка отвратительная просто. Передавали снег, но у нас ночью идет дождь. Ну, сейчас вроде нет уже. Ну, шел. Ночью, утром шел дождь. Гололед на леде, на деревьях. В общем, не сказать, что и холодно, но так вот как-то неприятно и скользко на улице. Вот. Ну, не знаю. Передают на завтра тоже снег и на выходные, и морозы, снег. В общем, будем надеяться, что все-таки будет зима в наших краях. Увидим мы нормальную зиму, снежную, морозную. Все. Буду меньше болтать, заниматься делами. Оставайтесь со мной. Забрала я Кирилла из школы. Привет, Кирилл. Привет. И мы идем с ним в пятерочку. Купим хлеб, сахар нам надо. Посмотрим еще что-нибудь. Вот. Идем. Хочу подальше, пройтись погулять. Пешочком. И чаще всего стали хлеб покупать в пятерочке. Магнит вообще дорогой. И только такой нарезной в нарезке. Уже надоел. Хочется нормального хлеба, поэтому покупаем его в пятерочке. Вот. Ну и зарядка тоже. Пройтись он не очень далеко, но все равно подальше, чем огни. Вот. Вот. Сходим. И все. Пойдем домой. Отдыхать, уроки учить. Пришли мы из пятерочки. Прям так промерзли. Устали. Потратили мы там 152 рубля. Не помещаюсь в кадре. 152 рубля 95 копеек. Купили хлеб. Ну что это? Купили хлеб. Вот такой, не знаю, что за хлеб. Но он очень вкусный. Предположительно, это азовский хлеб. Такая хрустящая корочка. Внутри мягенький. Даже я отравлюсь горбушечкой, как говорится. С маслицем. Вкусный хлебушек. Сколько он стоит, кстати? Хлеб. 19 рублей 79 копеек. Вообще красота. Очень вкусный. Так, сахар. Взяли. Почему нынче сахар? Вот честно, заскочила, даже на цену не смотрела. Сахар у нас по 41 рублю. У меня еще не смотрела. Упала цена. Так, по акции был кефир. Красная цена. 42 рубля. Ой, нет. 38 рублей даже. На ценнике было 42 написано. 38. Кефир. И молоко тоже было по акции. Красная цена. Молоко у нас по 32 рубля. Вот. Всего потратили 152 рубля. Ну и пакет тут. 5 рублей. Ого. Все. Сейчас пообедаем. Вернее, я покушаю. Мне 12 нужно уже кушать. По моему графику. Привыкла я. У нас уже больше 12. Сейчас я покушаю. А Кирилл кушает всегда с Костей. Костей придет минут через 40. Вот. Он как бы не голодный. И хочет кушать всегда с Костей веселее. А я сейчас буду кушать. Вот. Зеленый борщ у нас сегодня на обед. Вот. А на ужин у нас будут вареники с сюрпризами. Я вчера налепила, заморозила их. Вечером сварю и будем гадать. На варениках это наша традиция семейная. В принципе, можно не только на Старый Новый Год гадать. А вот пока идут святки до 20-го числа, до крещения можно гадать. Поэтому тоже лепите. Интересное занятие. И вкусно. И вкусно. И весело. Интересно. Вот. Ладно. Пошла обедать я. Не успела заснять. Этот Кирилл со школы принес вареник из пластилина. Ой. Они в школе лепили вареники и вкладывали туда пожелание. И потом обменивались. Вот у него попало так. Чтоб все было хорошо. Дети писали. Немножко с ошибками. Прикольно. Да? Тебе понравилось? А что там еще лепили? Покажи. Снеговик. Ну покажи. Давай посмотрим. Развалился чуток. Да. Это там к математике. Давай сюда поближе. Может у нас на днях снег выпадет. Слепим такого снеговика. Красивый. Снег идет, да? Молодец. Ладно. Переодевайся. Вещи на вешалку. Сидела я, сидела. И решила свою дурацентную привести в порядок. Она у меня уже начала искривляться. Ее срочно нужно уже обрезать. Не знаю, как это правильно называется. В общем, я ее вот так вот сейчас отрежу. Макушку я посажу в землю. А отсюда пойдут у меня уже другие отростки. Будет красивая такая дурацена. Уже давно хочу я ее пересадить, потому что уже ствол начал кривиться. Ну покажу вам уже результат на камеру. Не буду делать. Делаю я это впервые в жизни. Вот. Буду. учиться. Так сказать. Поэтому покажу вам уже готовый результат. Вот что у меня получилось. Сделала все по инструкции, по видео. Так что не сильно меня ругайте. Вот здесь вот залила воском. Ну от свечи. Свечу подожгла. Запечатала вот этот срез. А верхушку я прикопала. Одни говорят, что нужно ставить в воду. Другие говорят сразу сажать землю. Я посадила сразу в землю. Полила хорошенечко. Вот сейчас здесь с поддона еще солью воду. Вот. Я вспомнила, что у меня была дурацена такая большая. Помните, я ее пересаживала. Я ее ставила в воду. Она очень долго стояла, давала корни. Я ее посадила. Она сейчас у меня растет в горшочке. Но это немножко другая дурацена. Маленькая такая. Вот. Думаю, что должна прижиться. Если уж фикус от листика приживается, корни дает. Мне кажется, дурацена тоже. В принципе, она такая неприхотливая сильно. Вот. Должна прижиться. По крайней мере, буду ухаживать. Вот. Так что, не знаю теперь куда поставить. На окне очень жарко. Думаю, может быть, пока что ее сюда поставить. Вот эту вот срезанную. А, эту на место, где она стояла. Вот. Потом должны через неделю-две, как говорят, проклюнутся отсюда вот росточки. Один, может быть, два, и пойдет вот так вот новые ветки вот сюда вот ветвиться. Вот. Ну, такие же. Так что, вот так. Немножко кривоват ствол, но, думаю, не страшно. Когда буду пересаживать, друг, то постараюсь его выровнять в горшке. Сейчас уж не стала пересаживать весной, может быть. Так что, вот так вот. И заодно полила все свои цветочки. Купать не стала, уже не хочу. Потом как-нибудь пыльный уже полила, пока так пойдет. Все, пойду отдыхать. Больше сегодня делать ничего не буду. Мы съели вареники. Кириллу достались перцы. Перцы. Это новые друзья. У Кости была пуговка к обновкам и лавровый лист к славе. А, ты еще не доел. Ну, там уже ничего не будет. Уже все. У тебя дальняя дорога. Нитка. А у меня попалась конфетка с сладкой жизнью и монетка. Где моя монетка? Уже, Кирилл, заграбастый. И монетка моя. Положу ее в копилку сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok